Дай почитать. Что даже как-то иногда думается, а не чересчур ли. И вот снова эксплуатация литературного имени. Но на этот раз к месту оправдана, кстати, и, я бы сказала, обогащающая, украшающая. Евгений Христофорович Баринов, судя по доступной информации, человек очень серьезный и основательный. Он доктор медицинских наук, профессор, член Союза журналистов. Но с ним случилось в детстве чудо, во многом определившее его дальнейшую судьбу. Будучи в первом классе, он прочитал рассказы о Шерлоке Холмсе. При этом все одноклассники, и мальчики, и девочки были от книги ее главного героя «Без ума». Не совсем понятно, почему Баринов удивляется тому, что и девочки зачитывались рассказами о Шерлоке Холмсе. Ведь выше он упоминает леди Агату Кристи. А мы с вами, дорогие слушатели, можем еще вспомнить и Патрицию Вентвард, и Дороти Лисейрс, и Хмелевскую, и многих-многих других замечательных женщин, бесстрашно пишущих классические и не очень детективы. Дело в том, что Евгений Баринов после окончания медицинского института выбрал специальность судебно-медицинскую экспертизу и многие годы отработал врачом судебно-медицинской экспертизы. Книгу «Дорогой мистер Холмс» он решил написать в начале 2001 года. Тогда он работал на кафедре судебной медицины, и в лекциях для студентов он часто приводил примеры из рассказов сэра Артура Конондуйла. Понимая, что заключения судебно-медицинской экспертизы являются одним из источников доказательств в уголовном процессе, что они приобретают существенное значение в борьбе против преступлений, посягающих на жизнь, здоровье и личное достоинство граждан, Евгений Баринов решает, по сути, создать учебник по истории и теории судебной медицины, но в виде интеллектуального бестселлера. Главным персонажем становится «Дорогой мистер Холмс», а в качестве практики – чтение рассказов Конондуйла и расследование описанных в них преступлений. И вот мы читаем наряду с сухими научными фразами «Черный питер», «Этюд в багровых тонах», «Страшную посылку», «Пустой дом», «Подрядчик из Норфуда» и многое другое. Подчеркну, дорогие слушатели, пусть вас не вводит в заблуждение словосочетание «Интеллектуальный бестселлер». Это нетривиальный, сделанный на принципе интегративности учебник по судебной медицине. Интересно, увлекающее, но это исключительно узкопрофессиональное чтение. Любопытно, что есть глава, в чем можно не согласиться с Шерлоком Холмсом и его автором. Вспомним слова Конондуйла. «Шерлок Холмс – это я». Но, нужно сказать, это нисколько не снижает значимости произведений выдающегося писателя, отмечает Евгений Баринов. Оно и понятно, ведь Конондуйл писал все же художественную литературу, а не учебник по судебной медицине. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать! Продолжение следует...